Всем здравствуйте! Взяла несколько тетрадок на проверку по русскому языку учеников первого класса. Давайте проверим вместе. Сегодня у нас понедельник, 4 марта. Что мы сегодня делали на уроке русского языка? Показы писали дома, очень хорошо написаны показы. Всегда, когда хорошо написаны показы, не жалко написать слово «молодец» или «умничка». 4 марта. На минутке чистописания мы писали букву «Е» с элементами. Петелька вверху, петелька внизу. Буква сочетания «Ж», «Ш». «Воробей», «Ворона», «Девочка», «Мальчик», «Пальто», «Пенал», «Молофо». Это у нас был словарный диктант. Далее мы с учебника записали 3 словарных слова на букву «Р». Работа, ребята и слово русский. И также слово «здравствуйте» – волшебное слово, вежливое слово. И написали, что человек желает собеседнику, когда говорит слово «здравствуйте» и слово «благодарю». Произнося слово «здравствуйте», люди желали собеседнику быть здоровым, крепким, сильным. Произнося слово «благодарю», люди желали кому-либо блага, добра, изъявляли свою благодарность, признательность. Хорошо написано. Здесь немножко есть, конечно, помарочки, но для первого класса это не так уж серьезно. Поэтому поставлю звездочку. Работа выполнена хорошо. Здесь просто что-то начал писать, видимо, и немножко потерялся. Напишу для числописания букву «Б», буквосочетание «Ся». В принципе, достаточно. Следующая тетрадка по русскому языку. Показы. Очень хорошо написано. Молодец. 4 марта. Классная работа. Очень хорошо написано. Минутка числописания. Буквы сочетания «Ж», «Ш». Словарный диктант. Воробей, ворона, девочка, мальчик. Буква «А» с буквой «Л» соединяется. Как будто бы берутся за ручки. Мальчик. Пальто, пенал, молоко. Работа. Ребята русские. Здравствуйте. Произнося слово «Здравствуйте», люди желали собеседнику быть здоровым, крепким, сильным. Произнося слово «Благодарю», люди желали кому-либо блага, добра, изъявляли свою благодарность, признательность. Написано очень хорошо. Слова сложные для первоклассника. Поэтому поставлю все равно звездочку с минусом. Следующая. Ну, здесь вот как бы не очень так, прям как хотелось бы. Ну, неплохо, но не буду ничего писать. 4 марта. Классная работа. Чистописание. Жиши. Словарный диктант. Воробей, ворона, девочка, мальчик, пальто, пенал, молоко. Работа. Ребята русские. Здравствуйте. Произнося слово «Здравствуй». Когда мы переносим букву и кратку оставляем на строчке. Люди желают собеседнику быть здоровым, крепким, сильным. Произнося слово «Благодарю». То есть нужно было просто списать с учебника. Люди желают кому-либо благо, добра, изъявляли свою благодарность, признательность. Много, 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 много. Поставлю прямоугольничек с минусом. Напишу букву «Л» с мягким знаком. Напишу букву «В» с петелькой. Напишу букву «Д» с петелькой внизу. Напишу букву сочетания «Б» с «Р». Следующая тетрадка. Очень хорошо написано. Молодец. 4 марта. Классная работа. Жеши. Воробей и ворона. Девочка, мальчик, пальто, пенал, молоко. Работа. Ребята русские. Здравствуйте. Произнося слово. Слово. Здравствуйте. Люди желают быть здоровыми. Не поняла, зачем поставили столько запятых. Произнося слово. Здравствуйте. Тут запятая. Люди желают. С маленькой буквы желают. Запятой здесь нет. Быть здоровым. Быть здоровым, крепким, сильным. Произнося слово «благодарю». Люди желали кому-либо благо, добра, изъявляли свою благодарность, признательность. Ну, что-то слишком уж много ошибочек при списывании. Напишу букву «В», напишу букву «Б». Почерк хороший, красивый. Следующая тетрадка. Так, все по-русскому закончились, по математике начались. Продолжение следует.